В годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны евреи преследовались немцами и их сателлитами. И для того, чтобы выжить, для того, чтобы просуществовать, необходима была зачастую помощь со стороны нееврейского населения. Нам сегодня известно, что большинство евреев, оказавшихся по тем или иным причинам на оккупированных нацистами территориях, погибли. Выжить удалось немногим. И мы можем с уверенностью утверждать, что большой процент выживших спаслись с помощью своих знакомых или незнакомых им ранее людей, с помощью коренного населения тех мест, где они оказались во время войны. Ядва Шем поставил своей задачей при создании в 1953 году награждать таких людей званием «Праведники народов мира». Звание это присваивается специальной комиссии, которая работает при Ядва Шем, но работает она на добровольных началах. Люди, заседающие в комиссии, не имеют отношения к работникам Ядва Шем, не получают зарплату от Ядва Шем. Это общественные деятели, часто известные в израильском стеблишменте люди, части из которых пережили войну в разных странах оккупированной Европы. Многие приходят в комиссию со своим опытом, со своими мнениями, со своими взглядами о том, кто такой «Праведник мира», что такое спасение. Но все члены комиссии основываются в своих решениях на правилах и критериях, которые существуют. Основным критерием присвоения звания «Праведник мира» является фраза о том, что спаситель рисковал своей жизнью ради спасения одного или нескольких евреев во время войны, ничего не требуя за это взамен. Либо иногда при известных обстоятельствах, даже если он получил что-то взамен, полученное взамен не имело огромной ценности, а было, возможно, необходимо для того, чтобы помочь прокормить тех евреев, которых спаситель привел и спрятал в своем доме. Программа «Праведники мира» реально работает с 1962 года. Вышеупомянутая комиссия собирается приблизительно раз в месяц, и на каждом заседании старается рассмотреть от примерно 10 дел, 10 случаев спасения, случившихся в разных странах оккупированной Европы. Случаи бывают самые разные. Случаи бывают, когда люди, когда спасенные спасители знали друг друга до войны. Часто бывают случаи спасения детей, еврейских детей, которые случайно попали в тот или иной дом. Случаи спасения бывают также, когда спасенные и спасители совершенно не были знакомы друг с другом до войны, и их первый контакт произошел по инициативе человека, который искал спасения. Постучавшийся в дом к незнакомому крестьянину еврей мог быть принят там или не принят, зависит от человека, к которому он попал. Спасители в своих действиях демонстрировали удивительную изобретательность, так как принято в дом еврея надо было скрывать не только от немцев, но и часто от собственных соседей, поскольку в период Второй мировой войны не только в странах бывшего Советского Союза, но и в других странах оккупированной Европы было, к сожалению, очень развито доносительство. Люди следили друг за другом, писали доносы, подавали записки властям, получая за это иногда материальную помощь, материальные какие-то блага, а иногда и просто из чувства антисемитизма, веря в то, что евреев не должно остаться в Европе. Так спасителю приходилось прятать спасенного в самых разных ситуациях и условиях, выкапывать яму чаще всего, если это был деревенский дом. Часто спаситель готовил яму, бункер так называемый, в собственном доме, в подполе, либо в сарае, в хлеву. Иногда убежище было не на территории хозяйства самого спасителя, а немного дальше в лесу, куда спасителю нужно было тайно пробираться раз в день или раз, в несколько дней, чтобы принести евреям еду. Иногда, когда у спасителя в доме были маленькие дети, и он боялся, что они могут заметить или рассказать о том, что происходит. По незнанию, по непониманию, ему приходилось прятать евреев от собственных детей или выдумывать разные небылицы по поводу того, что, например, на чердаке завелся леший, если дети вдруг видели, замечали какое-то движение, слышали какие-то голоса. В городских условиях спасать человека, прятать человека от соседей было, наверное, еще более трудной задачей, так как в доме, в котором есть много квартир и в котором, скажем, есть общая система водопровода, например, весьма сложно скрыть, и стены тонкие, весьма сложно скрыть существование, присутствие еще кого-либо. Соседи, во-первых, знают друг друга, знают очень хорошо, поднимаясь каждый день по лестничной клетке и спускаясь, они видят всех, кто живет в этом доме. Появление нового человека может быть замечено в любую секунду. Если спасенный проживает в доме постоянно, а спаситель ходит каждый день на работу и возвращается вечером, то находящийся в квартире еврей должен вести себя чрезвычайно тихо. Такая тривиальная вещь, как невозможность сходить в туалет и воспользоваться бачком, потому что сосед справа или сосед слева может понять, что кто-то находится в квартире, которая должна быть пустой. Нам известны случаи, когда спаситель, принявший еврея в свой дом, если спасенному еврею необходимо было курить, то спаситель начинал курить сам для того, чтобы предоставить ему возможность курить вместе, чтобы запах табака не привлек любопытных с расспросами, а кто курит в этом доме, а кто здесь находится. Стирка, обычная стирка одежды. Где сушить? Где сушить вещи, которые явно не принадлежат хозяевам дома? Это особенно сложно в случаях, когда прячут маленьких детей, у которых есть пеленки, например. Где сушить пеленки, если соседи справа и слева знают, что в твоем доме маленьких детей быть не должно? Я уже не говорю о том, что маленькие дети могут заплакать в самый неподходящий момент. Что бы я еще хотела заметить, что звание «Праведник мира» присваивается за спасение одного или нескольких человек. Нескольких от двух до иногда тысячи. Такие случаи нам известны. Чаще всего самые традиционные случаи спасения это спасение одного или одного еврея или семьи еврейской, или группы людей, которая по тем или иным причинам оказалась в доме спасителя. Иногда спасение начинается с того, что евреи предлагают спасителю плату за помощь, которая будет им оказана. И, возможно, в западных странах, скажем, в западные... Чем западнее, мне кажется, тем такие случаи более чаще. Но со временем, даже если человек приходит и платит за возможное спасение, со временем иногда... Во-первых, оккупация длилась очень долго. И случались ситуации, когда деньги кончались, их больше не было. Жить было... Платить своему спасителю было больше нечем. Тут спаситель вставал перед дилеммой. У него была возможность выгнать человека, которого до этого он обещал спасти, либо оставить его и содержать на собственный счет. Иногда содержать было совершенно не на что. И тогда необходимо было искать способы добычи пропитания, добычи средств к существованию, иногда с помощью тех, кто прятался у тебя в собственном доме. Мне припоминается случай, который не так давно был рассмотрен комиссией по присвоению звания праведник мира. Этот случай произошел в городе, в местечке Тельшай, Литва, где у местной портнихи по имени Софья в доме в разное время собралось семь еврейских девушек и женщин. Прокормить семь человек она никак не могла. Она жила с мужем и с двумя детьми, и она была очень бедным человеком. То, что она получала заказы на шитье, едва хватало для того, чтобы прокормить собственную семью. Муж ее, плотник, тоже делал какие-то заказы, но все это было каплей в море. Содержать семь человек для них не представлялось никаким. Это было просто невероятно. И они придумали следующую вещь. Девушки и женщины, которые сидели в подполе у Софьи и ее мужа, стали изготавливать цветы из разных материалов, как то ткани, всякие пластики. Эти цветы использовались верующими католиками на кладбище. Эти цветы, люди, приходившие к своим умершим на кладбище, возлагали их на могилу. Эти цветы пользовались удивительным спросом. Они были красиво оформлены. Для того, чтобы их продать, Софья не могла продавать их сама. Она была известна в городе как Портниха. Это маленькое местечко. Она была известна в городе как Портниха. С чего бы это вдруг она начала изготавливать цветы? Это вызвало бы массу толков и разговоров. Тогда она подключила к своей деятельности брата, который приезжал раз в несколько недель на грузовике, забирал цветы в ящиках, изготовленные за это время, и увозил их по другим городам, где продавал. На эти деньги девушки в укрытии и семья Софьи Лаури Найтине просуществовали до конца оккупации. Это один из примеров изобретательности спасителей во имя спасения человеческих жизней. Немного статистики. Каждый год Яд-Вашем признает приблизительно от 500 до 700 новых праведников. Их число вливается в общее число статистики, на 1 января 2010 года Яд-Вашем признал праведниками 23 226 человек. Скоро 1 января 2011 года, соответственно, цифра эта пополнится, существенно пополнится, и данные, статистические данные появляются в сайте Яд-Вашем. Как только это число подсчитано. Важно сказать, что получаемые нами сведения это не ультимативная правда о том, что где и сколько евреев спаслось, в какой стране спаслось сколько евреев. Если, например, в Белоруссии на сегодняшний день признано 608 человек, спасавших, о которых известно, что они спасали евреев, это только означает, что Яд-Вашему стало известно о подвиге этих самых 608 человек. Есть гораздо большее число случаев спасения, которые не стали известны Яд-Вашемой и, возможно, никогда не станут известны, потому что прошло слишком много лет после войны. Многие люди никогда не знали и не знают о существовании программы «Праведники мира». и понятия не имеют, что кого-то может этот вопрос интересовать. Многие считают, что это было внутренним семейным делом, делом чести, и поэтому афишировать поступки своей семьи они тоже не хотят. Есть еще одна причина, по которой люди не заявляют о том, что они спасали евреев. Это страх, до сих пор живущий в их сердцах перед тем, что соседи, родственники, местные бандиты узнают о помощи, случившейся 60 лет назад и отомстят семье, спасавшей евреев. Я уже не говорю о большом количестве... что на сегодняшний день большинство переживших Холокост уже не живут, и дать сведения о том, что с ними происходило во время войны, уже не могут. Поэтому число праведников не отражает истинную картину спасения в странах оккупированной Европы. Это только небольшой пример, это только случаи, которые по тем или иным причинам стали известны Ядваше. Еще очень важно отметить, что для присвоения звания праведник мира нам необходимо получить свидетельство человека, которому была оказана помощь. И поэтому есть довольно высокий процент дел, которые комиссии не рассматриваются или не принимаются. Если еврей, спасенный нееврейской семьей, умер и не оставил никакой информации о том, что с ним происходило во время войны, никаких сведений о том, что та или иная семья или тот или иной отдельный человек ему помогли, то, наверное, признать спасителей праведниками будет невозможно. Иное дело, если остались документы о том периоде военных лет либо документы первых послевоенных лет, свидетельствующие прямо или косвенно о том, что такой-то и такой-то человек находился в доме у такой-то и такой-то семьи. Дети спасенных, которые хорошо знают историю своих родителей, тоже могут обратиться в Яд-Вашем и информация, полученная от них, будет, безусловно, выслушана и принята к сведению. В заключение хотелось бы сказать, что звание праведник мира, праведник народов мира, это символическое стремление отдать дань уважения людям, которые встали на защиту преследуемых евреев в период величайшей трагедии, случившейся с нами. Пример праведников народов мира доказывает нам и сегодня, что каждый человек несет ответственность за свои поступки. и каждый человек, даже самый простой, самый обычный человек может изменить что-то в ходе истории, он может изменить что-то для себя и для других, и для человечества в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...